Сегодня мы рассмотрим самый актуальный вопрос для всех возрастных категорий. Пятиминутное упражнение позволит снять колоссальное напряжение с головного мозга, даст возможность отдохнуть, совершить обновления и в разы усилить эффективность своей работы в виде активной памяти, быстрого беглого мышления на фоне стабильного настроения. Все это позволит вам по-новому взглянуть на ситуацию. Любая проблема превратится в вопрос, а потом и в правильное решение. Только не затуманенный разум, а активный свежий мозг может оценить то, с чем вы сталкиваетесь в жизни. Причем это упражнение основано на биологии, той физиологии дневной и ночной активности мозга. Все импульсы, которые идут в центральную нервную систему, обрабатывается корой. Эти импульсы идут через пять основных органов чувств или анализаторов. Это зрение, слух, обоняние, конечно же орган вкуса и сенсорный орган, орган чувствительности. Причем 90 процентов информации мы получаем с помощью зрительных и слуховых сигналов. Акцентирую ваше внимание. Будьте очень внимательны к тому, что вы смотрите, что вы читаете, что вы слушаете. Потому что эта информация заполняет ваш мозг и формирует образ мыслей, образ ваших мыслей. И прямо сейчас мы рассмотрим, как правильно нужно выполнить упражнение, чтобы эффективность его была налицо. Чтобы сразу же после этого упражнения вы почувствовали легкость, ясность вашего мышления. Чтобы обновление наполнения произошло абсолютной активности. активности вашего разума, психики, интеллекта и логики. Тем самым вы сможете себе позволить работать достаточно долго и активно даже в вечернее время. Теоретически упражнение состоит всего лишь из двух фаз. Фаза выключения и фаза включения. Фаза выключения первична и она состоит из всего трех этапов. Первый этап это охлаждение кожных рефлекторных зон. Второй этап это выключение зрения и слуха. Исключаем поток информации. И третий этап это оксигенация крови через правильное дыхание. Что касается фазы включения, она также состоит из трех простых этапов. Первый этап включение глазодвигательное, затем зрительное, затем сенсорное. Все это звучит несколько сложно, но выполняется просто и результат вы почувствуете сразу же после упражнения. Ну а сейчас мы на практике с вами рассмотрим упражнение, которое позволит вам восстановиться. Вы помните, оно состоит всего лишь из двух фаз. Каждая фаза из трех этапов. И первая фаза это фаза отдыха, напоминающая физиологию сна. Фаза отдыха начинается с банальных, но основных для вас категорий. Первая категория это категория охлаждения кожных покровов. Это нужно делать правильно и просто. Если у вас есть под рукой источник воды или бутылочка воды, если нет, но есть салфетка влажная, вы можете ими воспользоваться. Причем охлаждение кожных покровов должно начинаться с самых рефлексогенных зон лица, которыми являются ушные раковины. Движение должно быть очень простое в нисходящем направлении, которое захватывает затылок, область шеи и над плечей. Охлаждая эти зоны, мы формируем термический резонанс. Термический это разница температур, что улучшает кровоснабжение и немножечко заводит систему в другой режим активности. Вторая фаза имеет большое значение. Это фаза выключения световых сигналов. В физиологии сна мы закрываем шторы, мы выключаем свет и далее закрываем глаза. Мы начнем с самого важного, отсечения зрительных сигналов через закрытие глаз. Можно его проводить тремя способами. Самые простые это наложение повязки, полотенца, а самое лучшее это пальминг. Использовать нужно собственные ладони, но укладывать их на область глаз нужно абсолютно верно. Положите ладони перед собой таким образом, чтобы они были скрещены. Скрещиваем мы именно пальцы. Пальцы таким образом, чтобы вершина треугольника садилась ровно на переносицу, а ямочки наших ладоней были напротив глазных яблок. В этот момент глаза у вас открыты, вы контролируете источник света. Не должно быть никакого света, потому что данные лучи либо будут провоцировать активность, при отсутствии их будет нормальное функционирование мозга в состоянии расслабленного бодрствования. Далее мы закрываем под пальмингом глаза и мы плавно переходим стадии релакс-оксигенации. Релакс это расслабление. Основная зона расслабления это зона лицевой и жевательной мускулатуры и конечно же зоны надплечья. Поэтому если вы находитесь в положении сидя, лучше согнуть коленки и локти уложить на колени. Мы снимем напряжение с мышц надплечья. То же самое можно сделать, если перед вами стол. Если вы находитесь в положении лежа, вы и так релаксированы. Когда вы осуществляете дыхание, дыхание должно быть свободным и легким. В этот момент вы думаете о самых светлых и положительных событиях, которые были у вас в жизни. Не важно это было в детстве или в зрелом состоянии. Самый лучший вариант это аффирмации. Потому что все то, что нам недостает в жизни, зачастую связано с недостатком благодарности за то, что мы имеем в нашей жизни. Поэтому вы от души в этот момент можете поблагодарить своих близких и родных в ситуации, которые позволили вам стать сильнее. Вы расслабляетесь и наполняетесь в благодарности и постепенно переходите к стадии включения. Эта фаза определяется первым этапом. Этап глазодвигательной активности. Не снимая ладони с глаз, вы открываете глаза и начинаете совершать движения по горизонтальной плоскости влево или вправо, вверх или вниз. Здесь есть очень важный момент. Когда вы осуществляете движение, вы должны мысленно, образно это движение продолжать за свое тело по горизонтали, по вертикали, либо по косым линиям. Именно этот фактор возбуждает кору головного мозга, усиливает кровоснабжение, формирует коннект глазодвигательной и мозговой активности. Далее вы продолжаете движение глазных яблок, заканчивая его морганием. Вы начинаете моргать с открытыми глазами, постепенно убирая ладони. Убираем ладони, проморгавшись, открываем глаза, чтобы источник света попадал на сетчатку. Цвет лучше естественный, яркий, потому что возбуждение светового сигнала проходит через зрительные нервы, хиазма и достигает гипоталамуса. Специфическое ядро далее передает импульсы и активирует кору головного мозга. И финальной точкой стимуляции является сенсорная активация. Мы тщательно начинаем разминать и растирать ушные раковины, так как на них располагается огромное количество рефлекторных зон. На востоке ушные раковины считаются золотым стандартом в лечении всех заболеваний. Тщательно разминая участки ушных раковин до тепла и лежения, мы формируем импульсы, которые достигают коры головного мозга. Причем они стимулируют все ассоциативные зоны. В данный момент ваш мозг готов к восприятию новой информации. Причем эта новая информация действительно может для вас восприниматься по-новому. Иногда тяжелые события или ситуации в затуманенном разуме невидимы, и грани, которые вы увидите после этих упражнений, возможно, позволят избежать острых углов в вашей жизни. Будьте здоровы и адекватны к себе, своему окружению и ситуациям.